Всем добрый день, девочки. Сегодня мы с вами сделаем вот такую вот розочку. Может быть, мы ее, конечно, сто раз и делали. Вы знаете, в чем заключается, вот оттенеется, никак не пойму почему. Уже и свет везде выключил, и все равно чего не хватает. Вот знаете, что я хотела вам сказать? На глаза попался очень красивый цвет, цвет чайной розы. А мне нужно, необходимо сделать такие розы как раз. И вот я решила. Это зефирный фоамиран, единичка. Вот. Настолько с ним, ну, приятно, легко работать, я вот вам передать не могу, мои хорошие. Посмотрите, я не пойму, почему так светится. Я даже везде свет выключила специально, чтобы это вот так. Вот, смотрите, вот такие у нас розочки. Значит, как мы с вами будем их делать сегодня? Для того, чтобы сделать такую розочку, что нам нужно? Значит, нам нужен фоамиран. Вот, смотрите, у меня вот такие нарезанные. В основном я всегда режу. Пять на пять, шесть на шесть. Самая нормальная роза вот такого размера. Нам обязательно нужна куколка. Из чего мы делаем куколку? Куколку мы делаем, ну, как я делаю. Значит, первую я делаю из фольги. Один вариант кукол из фольги. Здесь не надо сильно большую куколку делать. Второй вариант, из чего я делаю, из лоскутиков изолона или фоамирана. Тоже ничего прям сложного нет. Лоскутик беру, склеиваю, делаю вот такую куколку, и этого достаточно. Вот сильно большую не надо, девочки. Вы сами потом увидите. Потому что мы вот эту серединку, видите, мы ее собираем, собираем. Здесь много у нас этих лепесточков, поэтому нам как бы не требуется. Так, собрали. Теперь нам нужно, значит, самые маленькие лепесточки, потому что серединку будем делать. Ну, вот у меня среди них есть маленькие. Но смотрите, я вырезала из прямоугольничка, да, мы их вырезаем, делаем как слезку. Это вы все уже знаете. Но я еще вот эти краешки я подрезаю. Они абсолютно ни к чему, они не нужны. И немножко вот так форма, вот так немножко подтягиваю. Вот. Следующий тоже так же краешек вырезаю. И тоже вот так немножко подтягиваю. Выбираю самые маленькие, какие у меня есть. А можно специально для этого нарезать маленькие. А потом идут 5 на 5, 6 на 6. Вот сейчас мы выберем маленькие. Вот. Потому что вот эти вот кусочки маленькие, они как бы абсолютно нам и не нужны. Значит, вот берем первый лепесточек и вот так плотненько все заворачивает эту куклу. Здесь хорошо проклеить, чтобы у нас не было видно фольги. Так. Теперь берем другую. Так. Так. Вот противоположную сторону, да? То есть мы как бы оборачиваем эту куколку. Вот эти вот лишние хвостики, я обычно, девочки, я их обрезаю. Вот как бы они и не нужны совсем, понимаете? Вот это вот гормоздить абсолютно ни к чему. Так. Дальше заворачиваем все. Чтобы не срезать, можете еще для куколки. Вы потом, когда сделаете, вот сами сразу разберете, что вам нужно. Я же вам пояснила, я делаю из того, что у меня уже нарезано. В основном, повторяюсь, я режу квадраты 5 на 5, 6 на 6. Вот. Но так как в этот раз у меня куколка маленькая, я серединку хочу много сделать, вот этих прямых лепестков. Вот. Мне, значит, еще можно было сделать, ну, например, 4 на 4 квадратики. Можно так сделать. Вот. 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 Так. 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 Вот. В основном куколка как бы у нас все. Как бы уже куколка сама готовая, да? Но мы теперь будем их потихоньку, просто чуть-чуть распускать их, делать такими открытенькими. Вот еще берем партию, тоже так же кончики и обрезаем. Вот. И теперь вот так немножко форму придаю. В этот раз вы, наверное, заметили, я сразу на проволочку не сажаю, то есть стебель не делаю, я их сейчас вот сделаю, сколько у меня получится из этого. А потом уже вот сюда обязательно сделаю стебель прикреплю, потом чашелистики. Вот. И вот у нас красивые розочки. Мне тоже их можно будет подарить, эти розочки. Цвет, конечно, шикарный. Люблю я такой цвет, нежный, но к этому цвету вот нужно подбирать зелень. Просто так любая зелень не подходит. Иногда цвет зелени может испортить прям цветок. Да очень сильно может испортить. Вот. Скопилось много работ у меня, девочки, за счет того, что две недели дурака, можно сказать, валяя. Ну, не совсем дурака, но валяя. Вот. И поэтому скопилось много, еще нужно столько переделать. Так. Опять вот подрезанный у нас есть. Чуть-чуть я его просто подтягиваю. Вот. И приклеиваем. И видите, он уже открывается, открывается. Ой. Ну, вообще, вот знаете, люблю я вот этот фоамиран. Очень люблю. Да я все люблю, девочки. Я изолон люблю. Было бы только, знаете, творческое настроение. Вот от этого зависит все. И работа наша, но это творческое настроение. Когда настроения нет, когда мы выдыхаемся, работаем, 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 мы выдыхаемся немножко. Сейчас еще вот выберем, которую у нас здесь поменьше и подрежем. Видите, я все делаю на ходу. Заметили? Ни утюга нет, ничего. Самое главное были бы руки, называется. И будет цветок готов. Как-то не пойму, но почему-то вот сегодня плохо. И отсвечивает. Я уже свет выключила. Совсем без света сижу. Ну, вроде бы еще как бы нам светло. Время до обед. Внуки уехали на музыку. Один на музыку, один на дзюдо. Вот. Сейчас пока мастер-класс сделаю. Вот, смотрите, уже вырисовывается. Вот она, розочка, видите? Вот, процесс идет. Так, вот уже по существу можно как бы, да? Но я еще хочу сделать. Потому что она у нас ожидается такой крупненькой довольно-таки. Значит, еще берем лепесточки. Вот у меня есть лепесточки. Вот эти кончики подрежем. Вам здесь все понятно, да, мои хорошие? То есть обязательно нужно вот в шахматном порядочке укладывать. Хотя, знаете, недавно, вот когда я вам показывала видео с розами, я так внимательно все это разглядывала, и я поняла. Последний лепесток мы всегда закладываем под первый, да? А там не так сделано. Скорее всего, лепесток там был уже просто оборванный. Скорее всего. Вот. Поэтому я долго смотрела и не поняла. Ну, в общем, в природе все, как и в жизни. Мы иногда тоже хотим одно, получаем от жизни другое. Вот так и в природе. Так. Сейчас еще, наверное, вот один. И тогда уже у нас пойдут немножко лепестки другие. Так. Вот достаточно. Вот она какая хорошенькая, прям вся набитенькая. А вот теперь мы берем лепестки. Смотрите, тоже так же я краешки, вот этот вот уголочек я подрезаю, он мне нужен. Подрезал. Сейчас много мы с вами наберем, сразу подрежем. Так. Да. Любимые занятия от него, конечно, никак нельзя. Вот я куклу, девочки. Я еще не сшила ее. И в марафоне как бы я должна участвовать. Но я ее потом сошью, не торопясь. Я свой голос отдала девочкам, у кого на самом деле, чьи куколки мне понравились. Вот. Но я не участвовала в этом. В призах. Девочки сами справились. Вообще молодцы. Хочу сказать, когда я голосовала, глаза разбежались. Я даже не знала, за кого голосовать. Вот настолько молодцы девочки. Я так рада, что у нас, ну я не знаю, очень творческие женщины. На все хватает времени. Молодцы, мои хорошие. Так. И вот смотрите. Берем лепесточек. Вытягиваем его в серединку, да? А затем я беру свою любимую зажигалочку. Краешек. Раз. И вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот смотрите, что у меня получается. Видите? И вот он, первый лепесточек. Я смотрю, где его лучше уложить. Он не должен быть выше нашей куколки. Нет. Первый ряд почти идет так же, как и сама куколка. А потом мы, наоборот, спускаемся ниже и ниже. И вот так приклеиваем. Вот. Видите? Вот какая она хорошенькая уже. Берем следующую. И делаем все то же самое. Подтянули. Прошли зажигалочкой. Краешек с одной стороны, с другой. И посерединке. Вот эта вот роза, когда она... Вот она, видите? Она прям замечательно укладывается. Вот. Так. Третий. Краешек. Другой. И серединку. Вот, смотрите. Видите? Так, дальше. Так. Без зажигалочки никуда. Вот и получается, что вся эта розочка, она нигде у меня, ни на утюге не гофрируется. Только вот эти нижние рядочки гофрируются. гофрируются они этой, с помощью горелочки. Вот. А середину этой куколки вы видели, как мы делаем. Так. Так. Сейчас еще один сделаем. Вот. И вот у нас уже хорошая розочка. Вот уже хорошая, больше козла. Вот ее можно оставить уже. То есть у ней есть куколка, у ней есть один ряд. Мы же вот такие покупаем, где только, как сказать, немножко лепесточков. Вот. Мы можем ее оставить. Нет, а мы пойдем дальше. Нам нужно ее увеличить. Вот берем уже лепестки, которые шесть на шесть. Кончики обрезаны. Вот. Уже форма вся готовая. И начинаем опять промазывать. Вот. Видите? Следующие. Вот. Она вся прям открытая. Девочки, попробуй, я включу свет. И так вот этот ряд до конца делаем, а там посмотрим. Девочки, я хотела вас спросить. Вот на той неделе я выставляла вам специально для того, чтобы пополнять свое творческое, творческую фантазию, я выставляла вам специально красивые цветы. Ну, в том числе и розы там были. Вот скажите, вам это вообще нравится? Потому что лично я постоянно смотрю. По-другому нельзя. Не у всех у нас настолько эта фантазия развитая. Мы вроде хотим, но не всегда у нас может что-то получиться. А вот когда мы смотрим действительно натуральные, природные цветы, мы учимся. И наша фантазия, она пополняется. Это на самом деле так, мои хорошие. О, видите, как быстро разорвало. Моментально. Раз и все. Так. Вот она увеличивается. Она такая красивая делается, роза. Очень красивая. Но мы ее сейчас еще увеличим. А потом я подберу зелень. Зелень к этому цвету надо подбирать. Вообще к розам. Знаете почему? Иногда думаешь, не подойдет вот эта зелень. А начинаешь пробовать на деле. Как раз таки этот цвет и подходит. Поэтому этот цвет все равно он особенный. К нему, конечно, пойдет, если вот как по живым судить розам, пойдет зелень такая натуральная, но немножко темноватая, мне кажется. Поэтому я посмотрю. Я еще зелень не подбирала, мои хорошие. Подберу обязательно. Вот. Так, ну вот. Как мы уже сделали розу. Смотрите, что можно еще сделать. Можно еще один ряд сделать. А можно вот так. Вот так нижний рядочек. Раз. И я его как бы расправляю. Раз. Пальчиками. Раз. Вот. И она настолько раскрывается. Она настолько хорошо вся смотрится. Посмотрите. И обыкновенная. Сейчас я, девочки, что мне. Вот такая получилась розочка. Вот, мои хорошие. Сейчас подождите. Я вам сделаю немножко, наверное, по-другому. Вот и все, мои хорошие. А дальше я вам уже говорила. Значит, дальше у нас идет стебелек. Дальше у нас идет этот... Чешелистики. Потом листик на стебелечек. И все. И вот так мы их представим. И у этих роз длина стебля у нас будет где-то, знаете, где-то у нас будет, наверное, 55-60 сантиметров. И листиков будет много. И будет красивый-красивый букетик. Вот они, красавицы наши. Вот. А цвет какой нежный. Вы заметили, девочки? Вот, настолько нежный. Вот. Вот красавицы наши. Все, мои хорошие, на этом я заканчиваю. Кому что не ясно, но мне кажется, здесь уже всем все ясно. Всего доброго, мои хорошие. Вот. Будьте самой главной здоровья. Берегите себя. Берегите своих родных и близких. Помните, жизнь настолько быстро проходит. Вот настолько быстро, как одно мгновение. Поверьте мне. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok